Сегодня у нас 608 выпуск Открытой Политики И конечно же я не могу обойти стороной самое грандиозное, самое главное событие, случившееся в конце уходящей недели Я говорю об грандиозном обмене между Россией и западными странами, обмене политических заключенных на всевозможных шпионов и даже мошенников Тем более, что обмен этот имеет непосредственное отношение к Башкирии И кроме всего прочего, я лично был знаком с многими участниками этого обмена Это и объявленные в России экстремистами и террористами Владимир Карамурза, Андрей Пивоваров, Лилия Чанышева Еще раз оговорюсь, что все они признаны экстремистами, террористами, членами разнообразных запрещенных организаций Тоже считающихся террористическими и экстремистскими Двое из тех, кто принимал участие в обмене Лилия Чанышева и Артем Дульцев Уроженцы Башкирии Лилия Чанышева, как вы знаете, возглавляла штаб Навального в Уфе Также признанной организацией экстремистской и террористической А вот Артем Дульцев, это провалившийся шпион, которого арестовали в Словении Он был шпион-нелегал, получил там какой-то уголовный срок И в итоге его тоже поменяли с той стороны на наших политзаключенных Пока еще, на мой взгляд, рано давать оценки, почему и зачем вообще этот грандиозный обмен случился Надо отметить, что никогда в истории взаимоотношений России, Советского Союза с Западом Подобного масштаба обменов не случалось Не знаем мы, как повлияет этот обмен на внутреннюю и внешнюю ситуацию Российской Федерации Но одно сейчас уже можно сказать с уверенностью Такой обмен только на пользу И дает надежду на некую нормализацию внутри страны На нормализацию взаимоотношений Российской Федерации с западными странами И надеюсь, что после этого обмена страна не захлопнется, как какая-нибудь устрица И не погрузит своих жителей в неведение и мрак информационной блокады А наоборот будет меняться что-то к лучшему Мы будем понимать и узнавать, как все происходит, к чему все движется И будем надеяться на то, что движется это в позитивном направлении Потому что действительно подустали все, устали все стороны Устали бодаться, устали кидаться в друг друга всякими неприятными вещами И я очень надеюсь, что этот обмен – это первый шаг к нормализации взаимоотношений России и западных стран На минувшей неделе суд окончательно утвердил уголовный приговор Елене Прочаковской Признав ее мошенницей Примечательно, что свой пост в администрации главы Республики Башкортостан Елена Прочаковская потеряла именно в этот момент, никак не ранее Причем уволена она была вовсе не по статье 83 пункт 4 часть 1 Трудового кодекса Российской Федерации Которая гласит прекращение трудового договора в связи с осуждением работника к наказанию Исключающему продолжение работы Вовсе не с такой формулировкой была уволена Елена Прочаковская Она уволилась по собственному желанию Согласитесь, как мило Будто бы Елена Анатольевна еще рассчитывает вернуться на свою работу в команду Хабирова И продолжать наносить пользу всем нам Но на самом деле вот это уже навряд ли По моим данным сейчас идет проверка деяний госпожи Прочаковской Не только в Красногорске, но уже и в Уфе В период ее работы в той самой команде Хабирова В период ее беготни с этим тоненьким микрофоном вокруг Радия Фаритовича и прочего прочего Не сомневаюсь нисколько, что проверка эта раскроет много интересного Например, ответит на вопрос, зачем государственное предприятие Башинформ Арендовало для Прочаковской квартиру, истратив на это свыше 600 тысяч рублей Ну и еще много вопросов к финансам телекомпаний, информационных агентств, государственных изданий Всех тех финансов, в которые время от времени запускали хоботки и Елена Прочаковская И ныне иноагент Ростислав Мурзагулов Это была их совместная вотчина, они очень конкурировали, очень враждовали Добивая для себя каких-то преференций И повторюсь, было бы полезно проанализировать их участие в финансах медийной сферы Которая находится в подчинении государства в республике Башкортостан Если вы не хотите остаться один на один с официальными источниками информации Не хотите, чтобы с каждой стены вас увещевали цитаты какого-нибудь Дугина или Прилепина Тогда помогайте независимым источникам информации, таким как, например, наш канал «Открытая политика» Помогать нам материально, законно, безопасно и полезно И все до последней копейки ваши донаты будут истрачены исключительно на содержание нашего канала Помочь материально нам можно единственным способом Через расчетный счет, который мы вам демонстрируем сейчас на экране И который вы можете найти в описании под каждым видео нашего YouTube-канала Чуть ли не каждую неделю на оперативном совещании мы слышим, как Хабиров требует от своих подчиненных добиваться от граждан, от населения республики неукоснительного исполнения правил дорожного движения с целью снижения аварийности и смертности на дорогах Периодически Ради Хабиров обрушивается с гневными высказываниями на очередного виновника какого-нибудь страшного ДТП, унесшего жизни людей Ну вот ведь парадокс Сам Ради Фаритович носится по дорогам республики Башкортостан постоянно нарушая правила дорожного движения и подвергая серьезному риску и опасности себя и окружающих Только за один день, 13 июля 2024 года, Мерседес-Бенц, перевозящий тело Хабирова, нарушил правила дорожного движения 35 раз на общую сумму штрафов 63 250 рублей На некоторых участках дорог, по данным ГИБДД, Мерседес-Хабирова при разрешенной скорости в 50 км в час развивал скорость 156 км в час Ну вы скажете, при чем здесь Хабиров? Он же не за рулем сидел, там же водитель и так далее, и так далее Ну хорошо, тогда ответьте мне Станет ли водитель так грубо и регулярно нарушать правила дорожного движения, если только не с одобрения, а то и по прямому указанию своего сиятельного пассажира? Согласитесь, водитель вовсе не дурак И еще вопрос, кто заплатит вот эти 63 250 рублей за поездку у Чалы Хабирова 13 июля? Отвечаю, эти штрафы заплатит транспортное управление главы администрации Республики Башкортостан А кто у нас финансирует транспортное управление главы Республики Башкортостан? Понятное дело, финансируется это учреждение из бюджета А значит, вот эти все штрафы 63 250 рублей за один только день заплатим мы с вами Потому что бюджет Республики формируется из налогов граждан и предприятий Не лишним было бы напомнить историю с страшной аварией, которую учинил водитель министра здравоохранения В предновогодний день 31 декабря 2023 года, тогда погибли два человека Автомобиль министра вылетел навстречу, страшная авария, гибель людей Ради Фаридович, хоть и перемещается на Мерседесе повышенной комфортности, твердости И с колесами, каждая из которых стоит 250 тысяч рублей Все равно подвергает риску окружающих себя, своего водителя и так далее Это однозначно, совершенно, тут спорить абсолютно не с чем Так или иначе, но манера езды Хабирова по Республике Башкортостан Яркая иллюстрация лицемерия и двойных стандартов, которыми живет глава Республики ежедневно Холопы должны исполнять все правила и требования Если что, тут же платить по этим камерам видеослежения А вот оттаю всех башкир позволено практически все Ну, по крайней мере, так воспринимает себя Ради Хабиров в обществе Власти Российской Федерации все настойчивее пугают россиян скорой блокировкой Ютьюба И потому не забудьте подписаться не только на наш Ютьюб-канал, но и на Дзен Открытая политика в Яндексе И на Телеграм-канал Открытая политика В случае блокировки Ютьюба через эти площадки мы расскажем, объясним и объявим, куда переезжает наш канал Мы, конечно же, не перестанем вести нашу деятельность Безусловно, это будет большой проблемой, но тем не менее, я надеюсь, что совместно с нашими подписчиками мы преодолеем и эти трудности Так что подпишитесь, пожалуйста, на все наши источники и будьте в курсе Очередной пример того, как команда Хабирова пытается обирать население республики со всех сторон Этот пример мы увидели на минувшей неделе Управление Федеральной антимонопольной службы предписало Государственному комитету по тарифам Республики Башкортостан Исключить из тарифов объема ресурсов на сумму аж 2 миллиарда рублей Так как, цитирую документ Госкомитет учел в тарифе необязательные для регулируемой деятельности расходы Производил двойной учет одних и тех же затрат Подменял расходы инвестиционного характера затратами на капитальный ремонт Конец цитаты То есть 2 миллиарда рублей приписок в тарифы ЖКХ Это примерно по 500 рублей на человека, на каждого, младенца, старика, на всех, на каждого жителя Республики Башкортостан По 500 рублей попытались собрать вот эти соратники Хабирова из Госкомитета по тарифам Ну, как раз на эту сумму, на 2 миллиарда, можно позолотить юрту, например, очередную для Хабирова Можно деткам в Вену гостинцы отправить, ну и без башни, например, невзирая на штрафы гонять по дорогам Республики Башкортостан Ну, 2 миллиарда, согласитесь, хорошие деньги Их можно куда-то пристроить, особенно если ты выдумал, как их собрать дополнительно с населения Республики На мой взгляд, это возмутительно На мой взгляд, это попытка, ну, в серьезной степени ограбить население И только так к этому нужно относиться, на мой взгляд И очень хотелось бы, чтобы люди, которые придут на избирательные участки в сентябре Уже буквально через 34 дня Помнили об этой манере, об этих попытках команды Хабирова Постоянно накинуть вам в вашу квитанцию за ЖКХ какие-нибудь дополнительные 500 рублей На минувшей неделе очередной член команды Хабирова На этот раз руководитель транспортной дирекции Республики Башкортостан Мансаф Низакаев отправляется под суд Следствие по его делу утверждает, что соратник Хабирова получал взятки На крупные суммы в виде автомобилей, загранпоездок и так далее От подрядчика Восточного выезда Одного из подрядных предприятий, которое строило Восточный выезд Какие услуги оказывал в ответ Мансаф Низакаев Пока не уточняется Но, наверное, несложно предположить Что все эти услуги имели непосредственное влияние на качество самого Восточного выезда Который так криво и нестабильно работает в последние месяцы То транспондеры заглючат, то что-то с оплатой в двойном размере происходит Я не утверждаю, но предполагаю, что любые попустительства заказчика в отношении исполнительных работ Чреваты для нас понижением качества исполнения вот этого вот объекта Повторюсь, дело Низакаева передано в суд Ну и, конечно же, подсудимый рассчитывает на приговор примерно как у Авзалова и Жулькова На какой-нибудь копеечный штрафик вот за эти взятки Ведь он же все-таки тоже член команды Хабирова А Хабиров, как известно, своих не сдает Самый обширный и самый длительный опрос в истории телеграм-канала «Открытая политика» продолжает функционировать на нашем канале Присоединяйтесь и вы Подпишитесь, зайдите на телеграм-канал «Открытая политика», поучаствуйте в опросе Мы опрашиваем наших подписчиков и участников процесса о том, как они поведут себя через 34 дня, придя на избирательные участки во время голосования и выборов главы Республики Башкортостан Ну или они не придут туда, мы тоже это выясняем Так вот, на данный момент в опросе поучаствовало 4 тысячи человек и даже больше 10% опрошенных намерены испортить избирательный бюллетень 27% опрошенных не намерены вообще появляться на избирательных участках 34% опрошенных проголосуют за кого угодно, только не за ради Хабирова Хоть за коммуниста-капиталиста, хоть за кого еще А вот количество тех, кто готов переизбрать Хабирова на второй срок, в рамках нашего опроса неуклонно снижается Сейчас это только 29% И это с учетом того, что уже случилось две атаки ботов и троллей, которые пытались увеличить результат Хабирова на этом опросе, но не более-то у них получилось Голосование, напомню, продолжается На данный момент в нем поучаствовал уже каждый 750-й избиратель Республики Башкортостан И надеемся на увеличение количества голосующих, потому что чем больше людей мы опросим, тем с большей вероятностью мы будем знать достоверно расклад предпочтений избирателей Республики Башкортостан А вовсе не то, что нам покажет в итоговом протоколе ЦИК региона Необходимо иметь и альтернативное представление о том, как на самом деле устроены предпочтения избирателей Республики Любопытная и, на мой взгляд, примечательная история приключилась в центре Уфы на минувшей неделе В арке знаменитого дома Довлатова по улице Гоголя 56, того дома, где родился Сергей Довлатов, внезапно закрасили серой краской цитату, которая была частью граффити в арке этого дома Цитата была такая «Мы без конца ругаем товарища Сталина и, разумеется, за дело, но все же я хочу спросить, кто же написал 4 миллиона доносов?» Конец цитаты Поверх унылой серой красочки, которая скрыла эту цитату, уже появился забавный гномик с мемчиком «Гномы против серых стен» Администрация утверждает, что граффити уничтожено в рамках некой реставрации арки, но мне почему-то кажется, что кому-то, где-то там во власти, опять показалось, что Сергей Довлатов не в полной мере иллюстрирует единодушие и величие российского народа Все, как говорится, повторяется, повторяется, как в те далекие 70-е годы, как это было с Сергеем Довлатовым тогда Редактор субтитров А.Семкин